Чё за реклама? Это 1xbet? Реклама новая? Так, ещё могу себе представить, блядь. Блядь! Ёбаный урод! Реклама. Ну, хорошая реклама. Дамы и господа, ценители плохих шуток и бытового насилия. Сегодня мы узнаем имя второго финалиста четвёртого сезона Дай Леща! Кто там? Макс 100500? А, и Соболев, Соболев вообще охуевший. Там, та-да-да-дам, да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Дорогие друзья, здравствуйте! И у нас снова в эфире передача, где мы говорим о лещах, о которых невозможно молчать. Представьтесь! Максим Голополосов А.К.А. плюс 100500. Илья, скажите, пожалуйста, что для вас страшнее? Получить лещей от Максима Голополосова или же всё-таки быть... Дебресс! Сосилованным соседом, который женат, и у него твои детей, и, возможно, он после этого поедет в тюрьму, а вас будет мучить совесть. Я родился в Европе в семье Оливок. И мама черная, папа желтый, и я вот такой получился. Максим, скажите все-таки, что для вас было бы важно, что лично для вашей... Сотерния к месту в Дайлища, он был к месту, когда он был в образе Тинькова. Это было супер смешно, чуваки. Когда вот образ Тинькова, это был, блядь, пиздец, такая бомба была, пизда. Да, до сих пор помню. Так, сейчас сек. Сейчас сек, так, окей. Мне говорят, что сап на экран не выводится. Так и есть, ребят? Секундочку дайте. А теперь, если попробовать... Зизелься тест. Если попробовать сделать последний... Странно. Странно, работает. Зизелься тест. И уже вашего неравнодушия было бы хорошо в этот раз все-таки дать кому-то по лицу или выяснить, кто же отец маленького Пети? Наверное, вот здесь я бы дал кому-нибудь по лицу. Но если это поможет выяснить, кто отец маленького Пети... Я могу уточнить, что именно поможет выяснить, кто отец маленького Пети. Это ДНК-тест. Для ДНК-теста, чтобы взять у вас ДНК... Прямо сейчас писнуть мне в ладонь. Папа? Первым на ринг... А мы реально построили ринг, да, леща? Это жесть. Приглашается комик, звезда зашкварных историй и резидент пары других андеграундных комедийных проектов... Илья Собол. Андеграундных, блядь. Сколько Соболеву лет уже, блядь? Я его помню, когда еще пиздюком был. А противостоять ему будет человек, который может процитировать всех смешных бомжей России. Максим Галополосов. Эти облака, белье-то воевата. Узнал, узнал, узнал. Господа, поздравляю вас. Вы новички нашего шоу, но одолели ветеранов и вышли в полуфинал. Только один из вас сможет сразиться в финале за пояс чемпиона. Посмотрите на него. Поцелуйте, есть такая традиция. Без языка, Максим. Не будешь, что? В щечку, вот. В щечку, блядь. Начнем игру и я объясню правила. Когда форт идешь, после вот этого... Десять раунд, в ходе которых они по очереди за минуту пытаются рассмешить друг друга, если удается... На выходе вот эти сэмплы это просто нечто, блядь. Просто нечто, нахуй. Яр, привет. Даешь ему леща. Что, них сменил, блядь? Сам получаешь леща. В начале раунда вы читаете шутки, которые мы специально для вас отобрали. Шутки плохие. Они из интернета. Они из чужих стендапов. Они специально плохо написаны про член Джарахова. В каком стиме, блядь? Я фортнайт, если пойду. В полуфиналах у нас есть суперудары. У каждого из участников будет по одному такому. Вместо одного из своих раундов он показывает сценку, миниатюрку, заготовку в специальных секретных комнатах. Первым начинает тот, кто победит в камень, ножницы, бумага. Победил Максим Галополосов, он начинает первым во втором полуфинале Дай Леща. Первый начинает хуёво. Поэтому... Прочитай шутку сначала. Я, наверное, хочу подготовиться к перечтению шутки. Сейчас, нужно подготовиться. Я же его вытащил. Моя страховка отличалась. Пожмем друг другу руки. Теперь шутку читай. Ладно, прочитаем шутку. Мама Элджей нашла в его песне слова «Хочу сишку» и концернный тур был отменен. А моя мама смотрит это видео и сейчас она откажется от родительских прав на меня. Думай, как аборт сделать теперь. Как аборт сделать. Привет тебе. Чё, блин. Блядь, и чё, он хоть умоет эту хуйню как-то или нет? Чё? Это твой первый ход? Что ж, Максим, первого леща получаешь ты. Шоколадного, видимо, автоматически. Да-да-да. Ты будет расистки, расистки лещ, потому что через тебя пробивается ниггер немножечко. Дай черкаша. Да-да. Шутка. Во, если засунуть поперечному в задницу бутылку шампанского, то можно протолкнуть бутылку пива. Где он? Значит так, Макс, мне на самом деле, я всегда смотрю все твои ролики, но я не понимаю, зачем ты в них сосёшь писью. Ну, это в тренде. Так, подожди, я подготовил про тебя вообще очень много всяких шуток, но ты знаешь, ты мне напоминаешь моего первого учителя. Он тоже был с говном на лице? Нет, он был без говна на лице, он был с говном на яйце. Ну, он как бы, но его яйцо один в один ты. Ну, типа, тоже с ушами. Чтобы смеяться над шутками, нужно их понимать. Нет, чтобы понимать над шутками, нужно их смеяться. Время! Время! Бля, эта шутка, честно сказать, расхуярила Саратов, чтобы ты понимал. Нет, мне вчера Руслан Габидуллин сказал, что я проебу, поэтому я не знаю, я тоже его очень сильно. Он ничего здесь не решает. Да? Я не знаю, что ты выслушаешь. Ладно, давай. Пока ребята не уничтожили друг друга, давайте посмотрим, что происходит за кадром нашего шоу. Доставка мужественности. Мы ничего не заказывали. Знаю, я сам пришел. Ты, дай мне лиша. Я не могу. Что ты как пузька? Давай, влепи меня. Ну, ладно. Что ты наделал? Срочно дай мне мужественного леща. Я не могу бить котиков. Не все решает грубая сила. Быть мужественным, значит найти силу быть настоящим. Загляни в коробку мужественности и влепи по моей милой мордашке. Первый готовый к лещам. Ну, ты же понимаешь, что ты не стал муж с ней. Ты как был пузька, так и остался. Капусточ, привет. Хороший у них реклама. Как называется зарплата на фабрике тампонов? Ежемесячные. На самом деле шутка неплохая. Ну да. Портую мамку. Да и про твою. А, в говне? Ну, какая разница? Ого! О, у вас реально мамки вместе работают. Так вы семьями дружите? Да мы... Так вы братья. Чтоб тебе... Вот... Оба смугренькие. А где зато? А где зато? На самом деле кривлялся Ильич. Он реально делал такое лицо, что просто пиздает. Дарнас, они его рекламируют. Пошел, ничего не выйдет. Он, блядь, он... Он как будто оттирает. С каждым ударом все меньше и меньше. Поехали. А, что сказал Равин, уронив электронную сигарету? Ебать! Ты завинил там панчлайн или что? Нет, только я придумал заход. Как выглядит Макс Галополосов со стороны? Ну-ка. Неплохо. Иланыч, привет, братик. Съясной выпуск, да? Да, я всегда... Как Макс, который, который, типа, флэк, типа, отрвалось ухом. Типа, флэк, а это целое. И ты такой, снимайте только с этой стороны. Слышь, что ты сейчас... О, держала, держала! О, ты засмеялся! Я сам? Да. Ты сделал так... Не, что вы все смеялись, нет? Сейчас все будут очень сильно смеяться, а ты получаешь леща. Мне кажется, это просто чудо. Блядь, а моя самая Зина заготовка и сам его попробовал. Да, она была хорошая. Я чуть не порвался, на самом деле. Ну, если бы я не был порвом, да. Неплохо. Но прошлый выпуск, конечно, был жестче. В тысячу раз. Но пока что тоже нормально. Сойдет. Ну что? Попробуем? Почему Эльдар бросил курить? Зачем субли... Блядь. Давай заново. Ничего не прошу. Забудь. Почему Эльдар бросил пить? Леща. Давай, леща ему. Какой пиздец он не справился с карточкой. А что было там, брат? Вообще, расскажи хотя бы шутку. Подай ты. Что тебя разъебало? Почему Эльдар бросил... Да нет. Бросил палку? Ты читай шутку. Ты можешь быть одну нашу шутку... Почему Эльдар бросил курить? Зачем сублимировать желание сосать хуи, когда можно сосать хуи? Я просто не смог прочитать слово сублимировать. Петух, что там было? Глуханул. Смирнов, привет. Илья. Если осталось еще что-то чистое на твоих руках, этим пальцем нажми. Да. Это аристократический раунд. Ты сейчас такой в говне, да? Да, да, да. Что мы увидим, когда ресторатор... Деб, привет. Снимет трусы. Прирол. Кто пишет эти, блядь, шутки? Ну, нет, я на самом деле понимаю, о чем эта шутка. Хочешь сушеных детей? Вот целый пакет. Вот, смотри, дети, как бананы. Как отличить пидора от не пидора? Пидор без очков. А? Я буду страшно вот так. Здесь 20 хуёв Эльдара Джараха. Пиздец, местные, это пиздец. Остальные? Остальные многоножки. Схотета многоножки. Хорошо. Ну, хорошо. Я не с этим причесывался. Я подгляд, мне просто интересно. Как выглядит Макс? Только не смейся. Как выглядит Макс? Он неплох, он неплох. Давай, давай я в левую, левую руку. Я? А то у тебя тут красненькая уже. У меня-то всё в одного цвета станет. Хуёв, бьёт. Во. Так. Ульта моя. Итак, мы готовимся для суперудара от Максима Голополосова. Да всё, закрывайте. Хуйня. Это был выпуск плюс сто пятьсот вместе с его идущим Максимом Голополосовым. Хуйня. Собственно, сублимируй. Хуй. Всё, что увидел там. Те эти четыре какашки есть? О. О, второй раз подряд глушит. А кто-то типа Мэтт Эйвилл. Однажды мы с друзьями напились в ноль. И один друг отрубил другому вагину. И тот стал безвагинный. Хотя у него фамилия Вагинищич. Он белорус. Вагинищич. И он без вагины так и жил. И однажды мы шли мимо магазина кофт. И в магазине кофт. Была кофта. Похожая на. Думаешь вагину? На куртку. Мы такие. Ба. Ни сходточка. Ни стыковочка. Да? По-французски. И он такой. А у меня же вагины нет. Да? И показывает. Вместо них привет. Нормально. Гуляк как от сабли. И такой. Ну потому что была вагина, а ее нет. И в определенный момент все понимают, что нет вагины. Филос, нет, не видел. Зашкварная история. Бля, это была не карточка с шуткой. Портал в твое, блядь, сознание. Плыл нахуй. Это был пиздец. Но пока не очень выпуск, да. Пока да. Блядь. Местный спасибо. Напоминаю правила перелеща. Если один из участников уворачивается, либо его бьют недостаточно сильно, то участники обмениваются уже нормальными лещами. Это правило отличается от другого правила. Внезапный лещ. Блядь, еб ты мать. Я каждый раз забываю, блядь, что надо говорить. Ладно, братан. Я бы тоже никогда не успел. Вот, это нормально, это нормально. Теперь два таких, можно их пам-пам. Пам-пам? Да. Это уже какая-то... Потом будет пап-папапам, пап-папам. Нет, это просто не помню в шутке. Человек, смотри, да. Это хороший. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот он хуярит за всю хуйню. Ну не за всю хуйню, но за половину хуйни точно хуярит. За всю ху. Давай вот сюда хотя бы один раз. А то ты ни разу ещё покажи не думаешь. Кстати, да, блядь. Это рабочая страна. А это что, батареи что-то? Это уже отработанная, блядь. Бля, с этой хуйней же неудобно наверняка, пиздец. Я ненавижу, когда что-то липкое на мне или, блядь, во мне, вот это все пиздец. Да, как хорошо, что я себя не вижу сейчас. Ладно, поехали. Давай, это еще не помню. Если долго зимой наблюдать за голым Ильичом, то вы сможете увидеть, как его медведи сосут. У тебя всего минуты, Макс. Я очень боюсь, что ты... Он съемывается! Пиздаааа. Давай ртом! Ну ведь это никто не забудет, блядь. Это превью будет такое. А ты возмущен, что так долго, типа? Да вот так же нужно! Два движения, раз, два. Блядь, опять той же стороной. Ой, блядь, Дима, это в чем? Это последний раунд. В принципе, мало что уже может поменяться, но... Так, я подготовлюсь, я подготовлюсь. У меня суперудар. Итак, готовимся. Сейчас будет специально для Максима Галополосова суперудар от Ильи Соболева. Забирай свои вещи, проваливай мои мозги с лебедями. Быть с тобою какое-то палево, ты ломаешься на куски. Это все было неправильно, это все было неправильно. Забирай свои вещи, проваливай мои мозги, с лебедями. Блядь! 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 Это очень хорошо, это очень хорошо, блядь. Почему, когда что-то с ЛДМ связано, это, сука, пиздец так смешно, что нельзя сдержаться. У Ильи Соболева, все контакты есть в описании. Ой, нахуй. Вообще, там контакты подруги сейчас будут просить, я думаю, после этого. Это безусловная победа Ильи Соболева во втором полуфинале. Давай, супер, лещай ему на прощание. А, да? Выбиваешь его из турнира. Поэтому, что он запомнил? Плюс у него сейчас перед глазами только одна картинка, выбей это от него все. Вот точнее, вот такая вот полоска. Так. Давай, давай. О! Забирай свои шмотки, провалю, блядь, я не могу. Поздравляем Илью Соболева, второго финалиста четвертого сезона. Дай вещь! Что, достойные победы, считаете, или так тебе выпуск? Ой, блядь. Илья, вы, в принципе, довольно удачно пропиздюлили этого шутника-видосичника. Что вы чувствуете? Какие перспективы, какие ощущения, какая может быть все-таки боль, может быть травма, детское насилие, отсутствие одного из членов семьи, одного из родителей, как следствие, это посттравматический синдром, спайс. Ну, недорого. Я, Макса, я помню еще его пиздюком, просто ушлепаном. И вот уже в тот момент я в него влюбился. Поэтому сегодня было ощущение, что я бью любимую девушку. Мать. Да, любимую. И мне было очень приятно. Были ли вы согласны на то, что сделал с вами Илья, или это было изнасилование? Ну, поначалу я был согласен, знаешь, он показался сначала таким милым и добрым. Но потом я передумал, а в процессе уже отказаться не получилось. В котором ебан, поэтому... Так, что у нас? Кто в финале? Илья Соболев или Эльдар Джарахов? Джарахов и Соболев? Ну, я думаю, Соболев выиграет почему-то. Но сначала... Фортик, да, сейчас идем, бот. Вас ждет специальный эпизод. Да, или... Кто, блядь? Но сначала вас ждет специальный... Какая нахуй Ида Галич и Миногарова, блядь? Кто, блядь? Чего, блядь? Куда, нахуй? Пиздец. Блядь.